Продолжение следует... Что нам известно о страхе и где его искать? По правде говоря, рядом с домом ничего страшного нет. Прямо площадка для детских забав. Давайте это исправим? Сделай это. Вонючее. Вперед! Продолжение следует... Не откладывай на дождь и тяжелым мощным задам. Сделай это. Я знаю. Впереди черед! Низко. Продолжение следует... Сумейся, задорвейся. Сделай это, двухла. Целься, погана. Чей черёб? Мерзко. Я его уберила. Я его уберила. Я его уберу. Хлопнем О, бле шарики, огонь Хе-хе-хе-хе Мирофобия, это боязнь огня Вам уже страшно? Мирофобия, это боязнь огня Мальчик провел ночь под деревенскими биселицами и услышал историю человека, которого казнили за преступление, которого он не совершал Ну да, нет дыма без огня Так или иначе, он уже мертв, или почти мертв, какая разница? Но где тут страх? Сделай это, миска Вперед Сделай это, миска Сейчас Сделай это, миска Сделай это, миска Сделай это, миска Сейчас Сделай это, миска Сделай это, миска Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мальчик назвал вора, он указал на учителя Но кто боится клептомана или как он там называется? Здесь таких не найдешь, верно? Давайте нагоним страха на этих лютишек Сделай это низко Вперед! Слышься, фанюче! Низко! Сейчас Не трогай меня! О, круто! Слышься, фанючка! О, нет! Не трогай меня! Не трогай меня! Слышься! Я вау! О, нет! Не трогай меня! О, нет! О, нет! О, нет! Не трогай меня! Пожалуйста! О, нет! Не трогай меня! Пожалуйста! Помоги мне! О! Помоги мне! Томный человечек идёт! Мама, помоги мне! Эй, тя! Мерзко! О нет! Гадкий гном вернулся! О нет! Мама, помоги мне! Гадкий гном вернулся! О нет! Мама, помоги мне! О нет! И какое это имеет отношение к обучению страху? Да, учитель понёс наказание за своё преступление, но по правде говоря, вы бы назвали это наказанием, пускай поджарится! Сделай это, тухло! Весело и сильно задом от души! Весело и сильно задом от души! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Гори, тятка, гори! Настало время заплатить за прегрешение! Наказали в лучшем виде! Ну как, страх уже чувствуется? Продолжая искать страх совершенно не в тех местах, мальчик проследил, чтобы вора похоронили должным образом. Но постойте! Это не похоже на похороны! Больше смахивает на свадьбу? Ненавижу свадьбы! Давайте добавим траура! К добру или к худу! Сделай это! Низко! Вперёд! Целься! Вонючая! В Tusamo! Фиксируйте... Сделай это низко. Целься. Грязно. Целься. Погали. Рим. Мерска. Сейчас. Сделай это низко. Не заметен, как таракан на хлебце. Сделай это низко. Сделай это низко. Сделай это низко. Сделай это низко. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Хлопнем Кстати, о страшном Я и сам почти взмок Не могу поверить, что он пережил эту ночь Либо у него шариков не достает Либо они сделаны из леди Ну что же, он покорил Ай, какой страшный заброшенный замок Фу И конечно теперь все катится к занюханной свадьбе Давайте покончим с этим, пока ярость Окончательно меня не затопила Сделай это низко Вперед Сделай это низко Покачку 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 Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Сделай это мерзко. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее. Крем вонючее. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее. Сделай это духло. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее. Крем вонючее сейчас. Крем вонючее. Крем вонючее. Упс! Теперь-то он узнал, что такое страх. По крайней мере, страх смерти. Прямо как на свадьбе, когда взрывается букет. Вот вам и несчастливый конец. Девушки отдыхают. Тебя все пугает. Ты что, трус? Твои вопросы похожи на тебя самого. Они невежественны и бесполезны. Только надутые дураки не боятся неведомого. Я боюсь и бога, и дьявола, равно как и нежданного повышения цен на чугунный хлеб. Боюсь за здоровье короля. Мой страх обрести бестолкового сына стал явью. А раз ты не испытываешь страха, вот тебе мой добрый совет. Покинь это место! Хорошо. Я узнаю, чего действительно стоит бояться. Эта сцена может вселить страх в сердце любого существа. Чувствительные грифа. Море людей, которых ожидание смерти раздразнило, подобно запаху гниющего плота. По винной попытке кражи колокола учитель заслуживал порки. Наказание вполне соответствовало преступлению, однако толпа требовала большего. Убить его, сечь его! Преподайте ему урок, вор должен поплатиться своей жизнью. Он дотронулся до драгоценной войны и почтеннейшего куалокола. Что с вами следующий жертв имел? Убить его! Убить его, сечь его! Конечно, добрые люди, конечно. Страшитесь справедливого кулака правосудия. Мы разберемся, что к чему. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Гори, дядка, гори! Настало время заплатить за прикрешение. Наказали в лучшем виде. Ну как, страх уже чувствуется? Если ты проведешь здесь всю ночь, то призраки и мертвецы покинут этот замок. В награду я разрешу тебе жениться на моей дочери. Но если ты покинешь эти стены до рассвета, то умрешь мучительно смертью. И я сам буду наблюдать за исполнением приговора. Наконец, все обрело некоторую ясность. Мальчик вовсе не вызывался избавить замок от демонов. Он был вовлечен в это дело обманом! У нас будет десять детей. А я смогу есть шоколад и мед весь день напролет. Надеюсь, ты готов для этого немного потрудиться. Ой, нет. Я ужасно боюсь чего-то другого. Ах, как это прекрасно! Быть влюбленной. Почему это чувство сродни страху? О, жениху понадобятся чистые панталоны! А невесте не помешала бы нюхательная соль. В итоге, не судя меня строго за выражение, взгляните! Мальчик узнал, что страх имеет по меньшей мере одну общую черту с обычным сюрпризом. Оба могут неожиданно испачкать ваши штаны! Вот бы все мои истории заканчивались так хорошо! До следующего раза!